итак дорогие друзья мы закончили наш проект на нас с максимум проект международный карантин который мы показали вам страны мира о том где наши земляки рассказали о том как проходит карантин в их стране у нас это был китай у нас это было монголия мне очень понравилась монголия и китай очень понравились меры поддержки в канаде девушки из европы испании из италии тоже очень хорошо выступили и это вот заключительная передача с наталья альдаевой но другие друзья спасибо вам то что вы нас смотрите еще раз убедительно просьбе если вам это интересно ставьте лайки нажимайте на колокольчик пишите комментарии мы их смотрим мы их читаем мы на них отвечаем нам приятно наладить с вами обратную связь ну а сейчас да ну а теперь дорогие друзья мы возвращаемся нашу передачу передачу разговора политики начнем делать его дальше ждите интересных гостей спасибо вам наталья здравствуйте наталья вот спасибо вам конечно за то что вы отреагировали на мою просьбу папа рассказать о проведении карантина в нью-йорке до соцсоединенных штатах а именно в нью-йорке но ты знакомясь с вашими страницами в социальных сетях я увидел то что вы не унимаете очень активную деятельность а именно вы идете страницу да в инстаграм калмыкии в америке и на фейсбуке и я так понимаю что у вас это общественная деятельность мне бы хотелось чтобы вы немножко рассказали о себе почему вы этим занимаетесь для чего вы этим занимаетесь я всех приветствую из нью-йорка меня зовут наталья фамилия моя альдаева я в нью-йорке проживаю уже семь лет восьмой год пошел я живу непосредственно в нью-йорке нью-йорк сити мой мой район называется стейтен айланд что хочу сказать по поводу моей деятельности это абсолютно не деятельность это абсолютно то что требует моя душа и я делаю то что мне подсказывает сердце я когда приехала в нью-йорк у меня была такая мне так хотелось как бы калмыки не очень сильно сильно между собой как сказать вообще все мы общались но не было общего ни чата там и группы вот и я решил организовать это дело хотелось бы мы были все вместе многие приезжают у них возникают какие-то вопросы и они не знают у кого это спросить стесняются ну как обычно человек приезжая в новую местность ему очень трудно пойти сделать первым шаг людям там спрашивать у прохожих или кого-то а многие из нас все пришли приехав сюда сделали первые шаги уже и уже имели опыт и хоть очень хотелось и до сих пор хочется мне чтобы вновь приехавшие сразу получали массу хороших советов полезных советов которые и чтобы они не делали ошибки которые совершили мы я противник того что многие говорят я приехал извините поел своего фильма пусть тот человек тоже пройдет через это нет никогда моей жизни мои знакомые мои родственники если они приезжают в америку они через это не пройдут все что я знаю любой информации какой я обладаю я все это всем этим поделюсь и очень рада что многие наши земляки такие же один отзывчивые все идут с радостью на помощь приходят просто добрыми посылами живут чисто по человечески я не буду говорить что это именно по буддистке не буду это подчеркнуть это просто по человечески это просто наше воспитание то что дали нам наши родители и то чем отличается особенно калмытик мне приятно что допустим я иногда бываю в рублине и мне говорят что когда спрашивают кто ты по национальности я говорю калмытика они готовят я знаю такого-то там парня допустим да он такой класс он умный интеллигентный добрый ну это очень приятно не знаю как для других и вообще человек очень эмоциональный поэтому любое слово доброе слово по отношению калмытику меня возносит на седьмое небо вот и я не хочу сказать что я какой-то там лидеры это я просто занимаю ту позицию которую я хочу я занимаюсь то чем я хочу заниматься и некоторые люди есть которые иногда там бывает обижаются что им чем-то конкретно материально не помогли что многие думают что якобы я сижу на зарплате каких-то там организации какие могут зарплату это все добрый посыл от души хочется просто помочь я всегда помогаю если я увидела какую-то информацию в интернете я ее скидываю нашим чтобы они тоже прочитали потому что вдруг они это не видели вдруг они это не знали если одному человеку была полезная статья или мой пост я очень рада этому то есть можно сказать что то что ваши аккаунты являются определенной площадкой для калмыцкого землетворительства для единства для объединения люди обращаются ко мне если нужно что-то там поместить такое потому что как бы читает меня много людей и в принципе не потому что там я как сказать какая-то публичная личность там я я против этого термина абсолютно просто я живу здесь нью-йорке и я практически каждого калмыка знаю лично так получилось что с кем-то я училась в школе с кем-то мы учились там в другом месте где-то мы работали вместе половина из них мои родственники в общем кто-то родственник моих братьев кто-то знакомых классик моих братьев в общем как всегда у калмыков кто-то кому-то родственник поэтому большинство из наших земляков я знаю лично и мне это не трудно и все они оказались соединенных штатов да я очень этому рада я сама допустим выпускник 12 школы из нашей школы непосредственно здесь очень много людей с которыми я выросла вместе это очень приятно приехал там и ты никого не знаешь а получается ты приезжаешь и попадаешь в круг своих знакомых ты не ощущаешь здесь такого одиночества и там безысходности потому что всегда есть кто-то рядом поэтому я хочу чтобы любой другой кто приехал у кого нету здесь знакомых или кого-то мы всегда придем на помощь поэтому я лишний раз помещаю посты в соцсетях чтобы они не боялись ехать сюда если есть возможность конечно так нельзя говорить но то приедет добро пожаловать вы являетесь организатором каких-либо мероприятий там праздникам национальных имеется виду да они являясь организатором стараюсь проводить особенно мы стараемся делать зулой царит обязательные наши праздники национальные которые мы все ждем и все готовимся к этому наши девочки там мальчики шли костюмы национальные номера с детьми мы стараемся найти помещение какой-то арендовать его пригласить туда людей придумать какой-то хотя бы сценарий я непосредственно что я умею так работать языком и работать руками руками я могу только заниматься выпечкой кухни я очень люблю готовить поэтому для меня не проблем приготовить там для 40 50 человек как бы калмыцкая черта это пригласить человека в гости и угостить его самое первое накормить человека нужно спасибо спасибо вам я благодарю вас вы очень признательны за такую деятельность за то что вы соединенных штатах объединяете калмыку не забываете про наши национальные традиции обычай то что вы проводите такие коммуникации спасибо наталья вот этот наш проект наш проект максимум вообще посвящен коронавирусу да к вид 19 и но вы уже знаете то что мы проводим такие коммуникации до другими странами и давайте начнем первый вопрос такой как американцы как обычные жители вы как отнеслись новости о том что в китае карантин как начали люди готовятся верили не верили как там как работали магазины там аптеки те же ну те же маски да и иные средства защиты мне бы хотелось чтобы вы с этого начали нам рассказывать ну вы знаете допустим лично меня коснулась весь коронавирус и таком как бы что он пришел как говорится на порог да только тогда когда я получила сокращение на работе меня уволили с работы а так в нью-йорке первый заболевший у нас появился 1 марта хотя сейчас по последним данным говорят что еще феврале скорее всего может быть даже 10 тысяч наверное где-то были как-то проскользнулись возле не было информации по медиа сетям первый заболевший у нас был 1 марта официально это была женщина которая прибыла из ирана насколько я помню и вот она и ее муж они были с подвижены коронавирусом и ну как бы это было в манхэттене я живу в степени я прочитала эту новость в новостях просмотрела это телевизор по телевизору и ну как бы пока не касалось никак как-то где-то там да манхэттене заболел выбор и по-прежнему работали в том же режиме ходили пока еще не было никакого такого оповещения предупреждения от департамента чтобы на государственном департамент чтобы мы носили маски или что-то такое такого еще не было буквально через несколько дней наверное через не 10 наверное когда уже число инфицированных выросло там стала исчисляться там десятками и сотнями уже тогда уже конечно у нас ввели карантин до 10 марта закрыли все школы прекратились занятия они перешли на непосредственно у меня где работала на моей работе нас закрыли 13 числа и из 13 числа практически весь коллектив у нас сидит без работы кто-то подсократился кто-то уволен я оказалась нет возможности пока устроиться на новое место работы потому что у всех не проводится беседование единственное что они принимают резюме и говорят что как закончится карантин будут проводить интервью маски мы начали носить наверное числа после 8 марта марта мы все активно отмечали как положено русскоговорящим поздравляли друг друга нас поздравляли своих родных мы поздравляли после десятого конечно мы начали уже паниковать потихонечку после того как люди начали закупать все товары в магазинах в первую очередь туалетную бумагу в первую очередь туалетная бумага до сих пор я не знаю какую целью она закупалась для чего она закупалась для чего она закупается до сих пор люди имеют просто тонны этой бумаги но все равно они ее покупают покупают и покупают и потому что они может быть не жили советском союзе я не знаю что можно ну честно не знаю для чего вот что еще сказать что что-то у меня звук плохой давайте сейчас эту прослушаем первые 10 минут хорошо я вы выгляжу наталья вот вы сказали то что вы были уволены связи с коронавирусом да у нас в россии например путин объявил что объявила самоизоляции и люди кто работают на государственных и муниципальных должностях они все ели дома но при этом у них сохраняется заработная плата какая ситуация у вас почему именно вас уволили здесь поподробнее можете рассказать ну получается так сейчас работать могут конечно те люди которые могут работать удаленно через компьютер на телефоне допустим те кто работали операторами они сохраняют рабочее место работая из дома потому что нужно было сохранить соблюдать режим самоизоляции и к этим ну и к этим специальностям работникам относятся те которые работали в офисах на компьютерах они также и работают удаленный получает зарплату работа не теряли потеряли работа в основном работники сферы обслуживания это многие магазин магазины сократили работников многие таксисты там вот доктор офисы тоже сократили я даже не знаю как бы практически каждая каждый офис наверно понес урон потому что сокращение пошли повсеместно потому что сократилось количество посетителей во всяких в общественных местах рестораны закрылись естественно стадионы большие все все организации общественные места меня сократили потому что я работа была работником фронтест и непосредственно я работала оказывать социальный сервис для пожилых пожилые сейчас все сидят в заперти им запрещено выходить на улицу запрещено посещать магазины они могут ходить магазин только первые часы открытия утром допустим магазин открывается в 10 часов 9 часов пожилые могут посетить этот магазин с 9 до 10 после 10 могут не пустить пожилого человека не потому что как некоторые пишут в интернете наш русскоговорящий что типа там такие вредные стоят и не запускают магазин это не потому что вредные а в целях же безопасности для этих пожилых людей потому что они могут туда зайти и заразиться а то есть для людей пожилого возраста государство определило время есть определенные часы посещения магазин то есть а другие люди туда в это время не запрет именно магазины которые ночью прошли обработку дезинфекцию вот они в девять часов открывается запускают пожилых людей вы старше 65 и в десять часов уже они открывают ворота для двери для простых обывателей местных жителей любого возраста очень хорошая идея как обстояло вы сказали что были закрыты общественные места вот что стадионы площадки детские работают сейчас люди ходят туда или нет все все закрыто большие стадионы вот допустим большой теннисный корт по моему национальный теннисный корт называется он в находится он закрыт и там размещен как бы как полевой госпиталь там оборудованные места для помещения инфицированных больных есть еще некоторые стать но вообще все стадионы закрыты все стадионы все общественные площадки детские площадки вот во дворах у нас называется playground где дети играли они специально оборудованы горками там всякими всякими построениями такими детскими дети могут развлекаться качели там все такие вот все это закрыто все закрыто туда невозможно зайти и это довольно таки печальная картина смотреть что бедные дети маятся в домах и не могут пойти играть но это вынужденная мера конечно парки закрыты большие все в манхэттене все это закрыто у нас допустим стоит на анде у нас парки открыты потому что как бы мы относимся как частный сектор знаете как вылезти ну как деревенька такая потому что нас мало людей в принципе и даже если мы захотим выйти погулять у нас будет дистанция там не то что 6 фит у нас будет там 6000 фит потому что ну очень мало людей и мы выходим слава богу можем выйти на набережную погулять потому что наша набережная протяженностью как минимум 6 километров на расстоянии там 200-300 метров мы находимся друг от друга поэтому слава богу мы можем погулять да давайте уточнимся вас объявили карантин или объявили через чрезвычайную ситуацию режим через но именно я насколько знаю это называется как карантин в некоторых средствах масса информации говорят что это чрезвычайная ситуация но это поначалу было конечно рекомендованный режим самоизоляции чтобы мы оставались дома но потом когда люди как всегда у нас люди любят же не слушать не прислушиваться тому что рекомендуют вот поэтому объявили карантин и закрыли все организации общественные все компании прекратили работу и всех заставили сидеть дома был было такое объявление что допустим после 6 часов вечера не должно быть никого на улице но это не было такого как знаете кино показывает там в рупор объявляет комендантский час никому не выходить ну это как бы прозвучало как рекомендация не выходить вечером ну и люди соблюдали непосредственно где я живу стоит на аналоге у нас законопослушные люди я знаю что руклин славится нас тем что там много живут тоже наших соотечественников которым как бы бывает иногда игнорируют они всякие там указы но у нас в нашей деревне соблюдают много ли людей которые были подвергнуты административным там наказание я знаю то что там предусмотрено наказание будет будет уголовные штрафы непосредственно появились только недавно потому что очень напряженная ситуация начала наблюдаться пару недель назад на это когда стало очень много заболевать людей много инфицироваться поставили такой штраф от 250 долларов до 500 если ты ходишь без маски в общественном месте то подходит полицейский штрафует вот я допустим на своем личном примере мы гуляем по бордвугу там ездят прямо полицейские машины буквально каждые пять минут по набережной по там где по пешеходной дорожке где ходят пешеходы там ездят полицейские машины наблюдают кто ходит в маске кто не в маске сначала они подходят и как бы рекомендуют надеть маску либо покинуть общественное место ну если человек не слушает тогда уже конечно наказывают естественно лояльно стараются относиться как бы сначала предупреждать если человек агрессивно относится то конечно в грубо форме если общается с полицейскими начинает там кричать то естественно они штрафуют потому что если человек не согласен соблюдать правила которые установлены для всех и мы должны все их соблюдать чтобы остаться живыми и здоровыми они их штрафуют есть у нас такая ортодоксальная община ортодоксальные евреи и шива называется вот они грубо говоря плюют на все правила на все рекомендации на все запреты они продолжают собираться в синагогах там какие-то проводить свои собрания там занятия для детей собирается детей вплоть до 30 человек и они без без масок абсолютно именно они самые главные нарушители этого режима который требует наше правительство и очень много средних заболевших очень много и как раз таки от них очень много идет процент заражения их не штрафуют гоняют там приезжают вот недавно умер умер у них раввин и они собрались в одном месте там стоили 200 человек стояли плечо к плечу огромная толпа и им было наплевать ну я конечно понимаю что жалко человек умер там да как бы хочется проводить его но у многих людей родственники по умирали родители дети и никто не вышел потому что это в целях безопасности нужно включать здравый рассудок они вышли там его проводить последний путь все собрались на улице там но была была ужасная картина на самом деле это очень неприятно потому что мы стараемся соблюдать режим самоизоляции ну как бы держать дистанцию не подходить друг другу да а даже своим родственникам я не могу к своей сестре по своей тете в гости потому что я прежде всего думаю о том чтобы они здоровья и безопасности я своей тоже что было в манхэттене вот эти вот военные машины бронетранспортеры я так как мне объяснили что люди в манхэттене нью-йорке уже до того находятся в тяжелом психологическом состоянии устали сидеть четырех стенах и хотели выходить на митниги там шуметь что-то такое правда ли не ну естественно мы все устали сидеть дома очень напряженная психологическая такая ситуация складывается для каждого для меня например тоже тяжело потому что я каждый день просыпаюсь я знаю что у меня нет работы что я не могу себе обеспечить нормальную жизнь там какие-то свои потребности но я прежде всего я думаю о том что я проснулась сегодня живой и здоровой и слава богу живы здоровы мои близкие и слава богу я не голодаю в америке с голоду не умрешь сто процентов вот но в манхэттене пригнали туда как бы говорят что пригнали туда войска я была там с другом в манхэттене несколько раз и мы видели да там очень много военных но естественно правительство боится что будут какие-то недовольства какие-то но я думаю что прежде всего прежде всего связано с тем что многие фирмы многие компании закрыты и они как бы по два месяца закрыта все и люди боятся мародерство что может случиться мародерство грабежи там все это одна полиция с этим не справится поэтому целях охрана общественного порядка ну как бы и очень много бомжей конечно у нас для них как говорится не писаны законы почему-то им выделяют места им предлагают заехать шелтеры там и питание и все такое но видимо у них слишком хорошая жизнь наших бездомных что они не хотят уходить с улицы в дома где всего для них есть по-своему кайфуют да да привычный образ жизни а тут никого в манхэттене нет они как короли там ходят вообще ведут себя безобразно все здесь на равных правах поэтому их никто не прижимает они так хотят мой любимый вопрос но в принципе для этого мы и делали передачу меры социальной поддержки да давайте сначала поговорим о меры социальной поддержки непосредственно для населения потом вы нам рассказываете меры социальной поддержки для бизнеса вот какие меры вот я знаю да ну все видели в интернете дональд трамп объявил там 1200 долларов единовременно на взрослого человека и 500 долларов на ребенка на этот все американцы получили эту помощь это самый первый шаг такой который для поддержки всех кто пострадал не пострадал в общем для всех такой давайте уточним это для тех кто восемнадцатом и девятнадцатом году платил налоги для для тех кто подал налоги кто является законопослушным налогоплательщиком для них отправили для всех в эту группу входят и пенсионеры старше 65 лет потому что они регулярно сдают налоговую декларацию хотя они как бы не работают но они получают от государства пенсию квартиры и вот за это они отчитываются ежегодно что они получили пенсию столько-то столько-то но как бы они должны показать что они честно получили эту пенсию и вот им идет на возврат в пределах 60 долларов по моему и ежегодно вот они тоже получили потому что у меня очень много знакомых бабушек дедушек они все получили по 1200 очень довольны и потому что это очень хорошее подспорье помимо того что они получают фудстэмпы фудстэмпы это государство дает сто процентов всем пенсионеров которые получают с сайт а социальное пособие им выдают фудстэмп это 200 долларов 180 200 долларов на каждого человека видит талонов они называются талоны деньги поступают на карточку и они этими карточками могут рассчитываться в магазинах платить за продукты только за продукты они не могут покупать какие-то там моющие там мыльная рыльная как говорится за туалетную бумагу такое вот нет не могут покупать но продукты покупают на эту сумму это уже было же до коронавируса а сейчас те кто потерял работу те кто потерял работу тоже могут подать на эти фудстэмпы и их тоже получать потому что доход терял человек и он идет оформляется можно по телефону это все сделать позвонить и их начислять эти деньги на карточку то есть те кто потерял работу могут получить определенные прособия на питание помимо того что у нас есть фудбанки фудбанк это как продовольственный банк америки он снабжает выдает сейчас еду практически всем нуждающимся любой человек может подойти к этому пункту выдачи продуктов и получить там бывает иногда очередь надо немножко отстоять но как бы любой человек может подойти и получить в некоторых местах там требуют айди показать айди это как права но на которых написано имя фамилия твою но большинстве пунктов просто подходишь и говоришь сколько человек семье тебе выдают еду забираешь и уходишь домой в эти фуд набора входит обычно все что необходимо вам допустим на несколько дней там питания до этого я пошла с одним дедушком попросил меня помочь вот мы стояли в очереди там отстояли я встретила там пару которые наши русскоговорящий переди нас стояли муж женой они разделились пока когда подходила их очередь вот и муж говорит скажи что нас пять он где я скажу что нас пять человек и ты скажешь у нас пять человек в общем они вот два человека загрузили полную машину питания и уехали не проверяется сколько человек твоей семье ты будешь пять человек они пожалуйста вот на пять человек тебе там пять коробок допустим еды подтверждающий документ там справка составе семьи нет не нужно тот кто нуждается может спокойно подойти и получить эту еду а там есть овощи там есть томатный соус обязательно который любят американцы а есть что-то мясное есть молоко есть сок а есть что там еще у нас ходит ну в общем все что разные а вот наталья а вот вот эти фудбанки они работают ежедневно или в определенный день там каждый там в неделю там как ежедневно это вот этот фудбанк америке работает ежедневно они разводят буквально круглосуточно они развозят еду по всему нью-йорку открываются пункты по всему нью-йорку допустим я живу стоит аналоги у нас на каждые два-три блока стоит такой фудбанк просто у них определенное время выдачи нужно знать расписание когда туда можно подойти и занять очередь если большая очередь я знаю что где-то бруклин там большая очередь у нас не так большая потому что у нас маленький городочек но занимает это за 15 за 20 минут кроме этого еще какие меры социальной поддержки вот давайте поговорим там про кроме выплаты фудбанка там аренда жилья кредит и ипотека съем жилья вот у нас есть громкая история что владелец 18 билдингов бруклине отменил арендную плату на апрель месяц всем своим жильцам такой добрый души человек дай бог ему здоровья на долгие годы что он своим арендодателям дал такой вот отпуск он понимает что у людей нет денег трудная ситуация и в первую очередь нужно людям как-то выжить в этой обстановке потому что это большой нервоз когда у тебя нет денег платить за жилье вот допустим мой лендлорд такому числу не относятся они не дают да как бы ну это наши русскоговорящие товарищи вот но большинство людей арендат которые сдают в рент свои квартиры они называются здесь лендлорды они приходят сами жильцам и говорят мы понимаем трудную ситуацию поэтому деньги отдашь когда буду не беспокойся на счет этого самое главное забойся о себе о своей семье и то есть выплаты по кредитам призинг рент как бы они называют называется как заморозили рент остановили конечно ты должен его оплатить потом позже потом отменил есть тоже те которые отменили и говорят не платил за апрель за май такие люди тоже есть благородные отлично кредиты кредиты вот допустим у меня есть несколько кредитных карточек и у меня нет сейчас возможности платить по ним я звоню банк и они замораживают тоже твой payment ну как бы ты можешь в этом месяце не платить в этом следующем три месяца не дают каникулы кредитные каникулы как бы грубо говоря три месяца ты можешь не платить через три месяца продолжаешь в том же режиме не не ту сумма которая накопилась за все эти месяцы абсолютно три месяца ты не платишь ничего на четвертый месяц ты плачешь допустим минимальный там payment 25 долларов как у тебя это не было и все сможет больше то платишь больше на минимальное нужно заплатить 25 долларов то есть тоже заморозили ваши кредиты и по ипотеке тоже выплаты практически все банки тоже сделали каникулы они все это остановили в этом плане того что еще может быть я не могу спросить поскольку не знаю об этом не нахожусь у вас что у нас сделали так про футбэнки я сказала пособие да про unemployment про пособие по безработице сейчас очень большой процент безработицы очень много людей осталось без работы в пределах сейчас насколько я знаю у нас биржа труда работает онлайн все заполняют онлайн заявки на пособие по безработице здесь называется unemployment сейчас насколько я знаю говорили что в пределах 30 миллионов подали заявки на пособие по безработице как бы сохраняется средний как она выкачивается это пособие это пособие по безработице это средняя зарплата там исчисляется как ну калькулируется там я не знаю как точно но примерно средняя зарплата берется и плюс выплачивается еженедельно 600 долларов за то что человек пострадал из-за пандемии еженедельно 600 долларов вы подали на пособие по безработице вы именно у меня особая ситуация как бы что я как бы работала на русский бизнес там у нас особая система что я к сожалению не получаю ничего никаких денег единственно что получил эти 1200 и надеюсь что в следующем месяце тоже обещает но обещание 1200 2000 выплатить и когда я смогу как бы продержаться на плаву если бы вы работали не на русский бизнес на американский вы получали среднюю заработную плату и еще и 600 долларов еженедельно за то что пандемия что мы пострадали да это очень хорошо вот потом есть работники которые сейчас не прекратили работу к ним относятся работники которые проводят необходимая профессия правильно сказать первая необходимости которые забыла как это говорится слово обеспечивают условия жизнедеятельности не прекратили работу и они работают не отрываясь к ним относятся медики работники торговли такси там те кто проводит про интернет там телефонные связи там у них очень много работы да вот им обещает им планируется выплачивать по 25 тысяч насколько я знаю пока еще не закреплено это но разговоры идут я думаю что это и сделают потому что они непосредственно в очагах опасности работают они ездят по этим местам где-то опасно и это единовременная выплата или временная будет выплата да это сейчас уже на государственном уровне это все обсуждается да и вот и еще насколько я знаю правда я не знаю точно но я читала в интернете и слышала по новостям говорили что те кто как бы еще не имеет не имеет документов как иммигранты нелегальные они якобы тоже могут получить по 500 долларов там правда не уточнялась какая процедура там но они могут тоже получить эти деньги отлично если есть еще что рассказать по мере социальной поддержки для населения для пожилых непосредственно что у нас делать они живут в отдельных билдингах в отдельных зданиях у квартиры бесплатные они в основном живут допустим там большие дома там на 500 квартир да и там живут только пожилые люди им запрещено выходить из дома им от департамента привозится от города привозят продукты питания два раза в день завтрак и обед обязательно привозят и оставляют под дверями они открывают дверь и потом запирают потом приезжает выделяется автобус то есть независимо от того он просит или не просит им везут везут просто привозят просто потому что он пожилой да они знают что эти билдинги в этих билдингах в этих зданиях живут пожилые люди которые не могут выйти им запрещено выходить на улицу и они привозят и оставляют под дверью каждой квартиры оставляет либо вешают на дверь пакетик там находится завтрак обычно это какой-то какая-то булочка с кусочком нарезанной там или ветчины или чего-то такого что-то овощное яблочко там сок такое потом на обед обязательно второе хорошее там что-то мясное супчик какой-то потом у них чтобы поехать в магазин они могут съесть автобусы для пожилых да 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 они приезжают вот они могут допустим там автобус на 20 мест и в этот автобус могут сесть там 5-7 и они едут в магазин вообще для меня непривычно это слышать я немножко так заботятся потому что но я непосредственно работаю работала с пожилыми и мы созваниваемся они мне все рассказывают и каждый из них рассказывает кому что привезли сейчас заняться нечем благо они умеют пользоваться телефонами есть у них современные телефоны они звонят друг другу по видео там я тоже научила пользоваться видео звонками они звонят и показывают друг другу что получили один получил там клетки другой получил отбивную там ну в общем отлично все благодарны тому что они в этот момент оказались в америке потому что там россии это было бы очень тяжело наверное многие благодарны тому что они находятся например тоже в америке ты не умрешь никогда два я знаю что в билдинге тоже привозят здания наши такие большие там не только живут пожилые а там живут все снимают бренд квартиры там однокомнатные двухкомнатные и вот там внизу когда заходишь издание прям при входе многие многие благотворительные организации привозят и оставляют просто еду в коробочках там каждый приходит и смотрит что ему надо возьмет и забирает себе это как полка добра ну там конечно полка добра отличается там не полка там шкаф коробок вот я недавно ездила с дедушкой за продуктами он помимо того что он это ему квартиру приносят помимо того что у них еще файле лежит вот эта вот еда он еще получше пошел получил но это как бы я не осуждаю потому что это как бы наша советская менталити надо побольше взять друг друг если что там на всякий случай отлично что государство американское придумано для поддержки бизнеса но для поддержки бизнеса я не так много обладая информацией точнее не интересовалась но я знаю что если у вас если у бизнесмена был банк аккаунт а в основном они есть все в банках и они платили зарплату от этого банка допустим это bank of america там или city bank они получают payroll protection такая программа есть payroll payment protection они заполняют заявку что они сейчас пострадали от пандемии и им тоже выплачивать средний выдают как бы кредит такой средняя зарплата чтобы они могли могли выплатить среднюю зарплату своим работникам и также можно оформить кредит на поддержку и бизнеса как бы он беспроцентный как бы которые говорят что может быть потом проститься все ну все так надеются обычно так бывает оказывается что и и в сэнди когда был орган сэнди тоже такое было что получали кредиты а потом их государство прощает но здесь я как бы у нас да тоже такое есть что ты можешь получить кредит беспроцентный на два года отлично еще что для малых бизнесов те которые работали сами на себя там я знаю там там маленькую сумму небольшую сумму тоже среднюю сумму дохода выплачивают на бизнес сразу тоже все приходит на банк аккаунт сразу допустим там если ты получал зарплату ну сам на себя работал и получал зарплату примерно тысячу долларов в неделю то тебе на банк аккаунт будет приходить примерно 700 долларов а от государства как бы поддержка это тоже Наталья ну вот вы сказали про медиков да то что медикам и иным профессорам и иным гражданам которые работают по тем направлениям которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности для обеспечения нормальной жизнедеятельности в городе там планирует выплатить по 25 тысяч долларов а вот мне бы хотелось подробно остановить на медицинских работниках как ваши медицинские работники справляются как они в каком режиме они работают они там находятся там или они уходят приходят на работу или там находятся там сменой по 14 дней как у нас обязательно срок для изоляции если вы знаете расскажите нам пожалуйста нашим подписчикам об этом но сейчас самая сложная работа конечно у медиков и я вот сама лично каждый день молюсь на этих медиков потому что это такая работа это такой героизм который они проявляют ежедневно и делают это так просто как бы рискуя своей жизнью чтобы помочь всем нам пережить это трудное время они идут на такую ну на передовую реально они идут на передовую и продвигают свою жизнь и своих близких опасностей чтобы помочь другим ну что они работают как бы конечно очень много сверх работы ну как сверхурочные работы у них их вызывает там вне смены они там и сейчас привлекают новых работников допустим если в Нью-Йорке самое большое количество заболевая заболевших у нас до инфицированных к нам привлекают travel медиков из других штатов чтобы они приехали сюда и помогали и тогда им дают зарплату предлагают зарплату вплоть до 100 долларов в час насколько я знаю точно 60 долларов платят точно в час это и есть официально и они приезжают сюда и помогают нашим медикам справляться с загруженностью всех этих госпиталей и всех клиник рабочие смены у них насколько я знаю длятся по 8 часов но продлевают до 12 и им тяжело в плане того что они вот этой одежде которые нужно одевать защитные костюмы защитные эти маски не сходить в туалет спокойно не подышать это очень тяжело конечно они ну весь день на ногах это очень тяжелая работа очень тяжелая нервная у нас девочка однокалмычка работает она говорит что она постоянно успокоительна потому что иначе она не уснет потому что она видит очень много смертей сталкивается с такими страданиями людей что очень трудно это пропускать через себя потому что все таки это тяжелое зрелище когда утром человек поступает ну как бы тебе в отделение вечером уже его увозят потому что он умер она говорит что она держится только на успокоительных пока никаких выплат у них таких особо нету она говорит что как бы вроде бы тысячу какую-то там премиальную им дали но наверное это будет в процессе этого решаться я думаю что их не оставят без премиальных без всяких дотаций каких-то просто это займет какое-то время займет какое-то время и я думаю я надеюсь что все таки эти 25 тысяч им будут платить то что планируется то что вносится там на рассмотрение что это поддержат все и им выплатят такие деньги конечно со стороны жителей тех соседей которые живут непосредственно рядом с медиками это очень все с благодарностью относятся к ним многие вот у нас я например еду на машине я вижу что на дворах надписи там всякие плакаты висят и сразу понятно что там живет медик потому что их встречают с благодарностью их отправляют с аплодисментами на работу и они тоже это чувствуют конечно им это приятно что люди ценят их работу их жертвенность такую как бы возле госпиталей я проезжала мимо госпиталя там просто стоят люди держат плакаты спасибо за работу спасибо за заботу спасибо за жизнь есть такие как дизайнеры такие благодарные люди тоже они делают большие массивные такие буквы и ставят надписи возле всех наших госпиталей возле тестинг центров там вот этих вот у нас есть drive-thru называется тест-центр где можно подъехать на машине заехать туда пройти тестинг и уехать дальше такой вот как скоростной называется там тоже стоит и вот про тест это быстро он результат приходит или просто ты сдаешь и ждешь результата результаты приходят потом ты сдаешь просто сам тест а результаты приходят потом обычно ну как бы звонят и говорят что допустим ты заболел и рекомендуют остаться дома и сам изолироваться две недели там если будут конечно сразу мало кого госпитализируют госпитализируют потому что сами понимаете все госпитали забитые только если когда сильные симптомы тогда уже нужно ехать в госпиталь потому что многие те у кого есть некоторые точнее делают тесты потому что просто подозревают у себя что он есть а на самом деле симптомов нет никаких это как говорится там антитела хорошие или как правильно медицинские термины я не знаю в общем организм борется поборол эту болезнь хотя человек это видимо в легкой форме переполел незаметно а те у кого начинается отдышка и температура нужно сразу звонить они приезжают забирают конечно очень большая группа риска среди пожилых потому что они не могут бороться с этим их забирают практически сразу же в госпиталь у них начинается повышенная температура отлично вот вы знаете да что соединенные штаты это то есть лидер по числу заболевших по коронавирусу и соответственно лидер по количеству летальных исходов это вот на сегодня 1 миллион 200 тысяч почти 1 миллион 134 тысячи почти вылечено 161 тысяча и погибло 66 ну около 60 с лишним тысяч 66 65 886 плюс 400 плюс 745 я знаю что в Нью-Йорке было очень много снятий да на сегодня я знаю в Италии там очень большие торговые центры стадионы перепели делали под госпитали и не справлялись морги вывозили тело ну да у нас стадионы многие переделаны под госпитали тоже как бы там больничные койки пооткрывали ну да умерших много но я так как я человек как говорится позитивный я стараюсь за негативным не следить я стараюсь искать информацию ну точнее конечно когда открываешь интернет и видишь информацию там умерло столько-то столько-то я это как бы пусть не подумать что я эгоистично но я пролистываю эту информацию я хочу выцепить глазами информацию где человек сколько человек выздоровела что им хорошо стараюсь привлекать в нашу жизнь положительное конечно может быть я не права но я знаю что очень много у нас умерших в Нью-Йорке что многие морги не справляются но это жизнь ну конечно то что недавно передали в интернете что возле одного похоронного дома в одном траке нашли несколько тел там и они лежали несколько дней потому что их не захоронили но это похоронное агентство оштарповали лишили лицензии в общем это наказуется конечно наказуемо очень ну то что показывают по телевидению что якобы там огромные захоронения там много людей но в принципе это же заболевшие люди в них же как говорится так и осталась эта инфекция поэтому их хоронят отдельно чтобы не было риска для заболевания для инфицированных для других это во-первых во-вторых очень много среди умерших пожилых людей это люди одинокие которых некому забрать на самом деле просто так получилось что они именно в пандемию ушли не смотрите плохие новости будем надеяться на хорошее ну чуть реалистом надо быть то и то смотреть я понимаю я тоже это вижу я вот работала с пожилыми и когда мне звонят и говорят что наш мембр член нашего садика умер я знаю из них лично каждого это до слез обидно жалко их всех конечно потому что тяжело тяжело терять людей конечно это тяжелый момент и будем надеяться что мы все будем благоразумны что вот сейчас объявили что планирует Нью-Йорк открывать с 15 мая будем надеяться что это постепенное открытие будет проходить так как задумали наши власти все люди будут благоразумны будут держать расстояние будут ходить в масках обязательно носить перчатки держать дистанцию без всяких там рукопожатий объятий воздержаться от всего этого и чтобы ушел этот вирус пропал ну да у вас вот я смотрю в Соединенных Штатах уже на спад пошел да у нас пошел на спад у нас реально пошел на спад и довольно таки резкий спад и довольно таки резкий спад и довольно таки резкий спад у нас за эти три дня за сутки всего лишь по 100 заболевших хотя на той неделе еще было по 800 человек в день ума сойти Наталья ну спасибо вам спасибо вам и вот традиционно хотел бы чтобы вы нашим подписчикам нашим зрителям пожелали что-нибудь за границей тем более вы очень человек который занимает очень активную гражданскую позицию за сохранение наших традиций хотелось бы послушать вас да дорогие друзья дорогие наши земляки все те кто находится в Калмыкии спасибо вам что вы есть что вы держитесь там мы стараемся думать о вас ну помочь чем можем это обязательно вот молодцы ребята Санал и Макс что организовывают такие эфиры это очень приятно что вы тоже про нас помните что мы тоже калмыки мы про это не забываем мы всегда стараемся собраться вместе всегда быть вместе поддерживать друг друга в тяжелые моменты не только в радостные моменты быть вместе а в тяжелые тоже желаем вам всем крепости духа здоровья будьте все вместе держитесь сплоченными все таки мы хоть и маленький народ но мы гордые умные добрые и мы выживем в этой трудной ситуации держитесь вместе это самое главное вместе всегда легче пережить любое горе любую беду но не забывайте соблюдать дистанцию не забывайте носить маски и те кто может поддержите конечно этих ребят макса и соналов то чем может чтобы они тоже могли сказать наши люди в Калмыкии я говорю нужно сказать чтобы люди оставались дома у нас за последние 3 дня прибавилось почти на 80 что ли человек я знаю что есть большой соблазн сейчас особенно идут майские праздники хочется выйти на шашлыки там но сделайте шашлыки со своей семьей в своем дворе не выходя и сделайте онлайн звонок своим близким там родственникам с ними поговорите а встречаться не нужно будьте дома держитесь мы вас всех очень любим спасибо вам всем большое за то что смотрите и что находите силы все это делать в такое непростое время спасибо что отрозвали все до свидания пока пока до свидания